МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сэм Смарт. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что же вы открыли для себя в Грузии? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень обширный вопрос. Я начал работать в октябре прошлого года. Мы открыли для себя много церквей. Здесь удивительное множество церквей. Я абсолютно не представлял себе всю историю, связанную с ними. Это было огромной частью работы. География Грузии разнообразна и просто поразительна. От Батуми до Кахети, от Сванети до юга страны. Для меня это было удивительным путешествием. Вы здесь работаете уже год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грузия такая маленькая страна. Сколько мест вы посетили в течение этого года? Есть ли в Грузии вообще столько мест, чтобы постоянно путешествовать и снимать новые программы? Страна ведь маленькая, не так ли? Да, маленькая, но очень многообразная. Мы все продолжали и продолжали ездить, изучать новые места, их культурную и историческую составную. Грузия очень многогранна своим настоящим и прошлым, которое долгое время ожидало быть увиденным. Я очень благодарен этой возможности показать Грузию остальному миру. Какое у вас здесь самое любимое место? Что понравилось больше всего? Есть одно место в Гудауре. В Гудауре? Да, в Гудауре, которое называется Балнийский монастырь. Мы не могли до него добраться пешком, поэтому полетели на вертолете, чтобы встретиться с монахами. Мы поднялись и ознакомились с церковью. Вид оттуда был просто потрясающим. Мы остановились в маленьком домике вместе с монахами и батюшками, и пили с ними вино, ели хлеб. Это для меня было, наверное, одним из самых запоминающихся моментов. Для меня самое важное не то, что я видел, а то, с кем я там был. Этому я научился в ходе моих путешествий по Грузии. Проект мастеров. Какоеometimes на грузии. Какое renamedate, который слышит на полном alongside, который не Zap heart rate на экиplicité, лейтенот discover, а там кейтут-бить в ю末ских для ющей для их политики. Выше время поднимывают hardened самолек하고ão, в котором учился. То есть, если mogelijkkle, он прquelушка Segund, в том случае, сбавленные данные, но будут psychiatristом живутся. И для тех, как люди эта книга существует, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Но, знаете, как говорят, можно пойти, так сказать, не прямо, а можно... Нормальные герои всегда идут в обход, тем более в путешествиях. И я решил поговорить по этому поводу, по поводу путешествий с известным политиком, с известным писателем Эдуардом Лимоном. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Добрый день. Я понимаю, что, конечно, надо спрашивать про другую политику, но тем не менее, давайте вот об этом поговорим. Почему? Потому что знаю, что вы много путешествовали, очень много видели. И в каком-то смысле эти путешествия и то, что вы видели и жили в других странах, я знаю, Соединенные Штаты, Франция, собственно, и сделали из вас человека, понимающего, что происходит вокруг. Да, да. Что вы хотите от меня услышать? Я уже давно никуда не путешествую. А почему? А потому что господин Лужков в свое время очень удобно для власти предъявил мне иск за одну только фразу. Я сказал, что московские суды подконтрольны Лужкову. И за эту фразу 500 тысяч рублей, полмиллиона я ему должен. Эта история длится уже многие годы. И вы пока не выплатите, вы не можете. Я никуда не смогу выехать. Теперь я предполагаю, что 31 июля к тому штрафу Лужкова добавится еще какой-нибудь штраф. И все это на мне висит. Я как бы раб государства. Вот вы поняли. То есть в передаче про путешествия я фактически представляю вам невыездного. Но, но, очень многие люди, имея возможность ездить, тем не менее, вот я вам хочу сказать статистику, 70% россиян, 70% не имеют зарубежных паспортов и не выезжали никуда за пределы страны. Вот в данном случае апеллирую не как к политику, а как к писателю, человек, который видел мир. Пусть до Лужкова. Объясните людям, почему надо ездить. Объясните людям, что дает то, что вы видите другие страны, кроме Турции. Ну, я никогда не был туристом. Никогда. Я всегда ездил по делу. Либо я ездил, участвовал в каких-то там войнах, как военный журналист и в других, других всяких качествах. Потом я, как литератор, я был приглашен во многие страны для участия в различных литературных коллоквиумах. По книгам своих, да? Да, и так далее, и так далее. Вот это, по-моему, самое увлекательное. Потому что, на мой взгляд, туристы это такое существо жалкое. Как блохи, они бегают по планете, там их где-то... Это он говорит, это не я, это Лимонов говорит. Ну, это так, да. Я считаю, туризм это такая... Ну, что делать, Игорь? Ну, не все пишут книги, ну, не все... Они изгадили землю. Я скажу, что нужно делать. Нужно для того, если вас интересует страна, надо просто приехать там и пожить. Ну, пожить и обменяться с кем-то, взять там... Да, квартиры есть, что он живет у тебя, ты там. Хотите пожить в Берлине, поживите. Попытайтесь найти себе работу. Это куда более интересно и увлекательно, и даст вам какой-то заряд живой жизни, чем если вас проволочат там за 12 дней, а за окнами автобуса вы видите открытки. Открыток можно накупить. А чему учит жизнь за границей? Жизнь за границей... Ну, я вот прожил... Какой она дает опыт? Я прожил 14 лет во Франции. Ну, конечно, опыт колоссальный и восприятие совершенно суперорганизованной культуры, привыч, как все разложить на полочке. Это мне очень много, кстати, дало. И жизнь в Соединенных Штатах тоже. А что она дала? Вот она научила, двоеточие? Ну, я с каком случае, теперь давно на них смотрю с высоко. Какую-то не совсем созревшую нацию, довольно пошлую, кстати говоря. Я не антиамериканец и не антизападный человек, а я просто человек очень критически настроенный ко всему. Но в России тоже есть где побывать. Я вот был арестован в свое время на Алтае, на границе с Казахстаном. Понравилось, да? Нет, ну, что понравилось, это страна... Я не иронизирую, я просто говорю, места красивые. Ну, в любом случае, вот в 2001 году, когда я был там арестован, это была просто земля Гурона, Фенимора Купера. Да, там ездили туземцы на маленьких лошадках с винтовками, правда, с оптическим прицелом. Но там снежные барсы водятся, там на горе живет медведь и волки повсюду. Волки очень уважаемые животные. Нет, они очень уважаемые алтайцами, потому что они считают, что это очень умный, хитрый зверь. И медведи уважаемые. Вот милиционер алтайский говорит, я говорю, а медведи есть? Он говорит, есть, вон на горе живет медведь. Ну, хороший медведь, хороший. Я говорю, что хороший? Он говорит, ну, на стадане нападает и знает свою территорию. Вот это восхитительно все, конечно. То есть не обязательно даже путешествовать куда-то за границу, а можно по своей стране. Не надо ездить в Европу. Она все уже сгнила, перестала. Подумаешь, эти крашеные камни там везде. Посмотрите на Грецию. Я вот иногда, моя подруга ездила в Грецию недавно и привезла фотографии. Я пригляделся с лупой в это, как бы, я посмотрел. И это подделка. Нет, это просто гипс. Там видно, да, вот они свои древности. Я говорю, а как эта колонна может стоять столько? Да она не может стоять под дождем, под солнцем. Якобы она стоит там 3000 лет. Бред, сивая кобыла. Это вранье все. Так, подождите. Вроде вы убедили всех, что ездить не надо. Нет, я говорю о том, что вы поедете, посмотрите на Колизей и увидите, что он построен в Средние века. Это правда, это так. Я, например, разглядывал, я дотошный человек, я жил в Риме одно время. Я был беден, как церковная мышь, денег не было. Поэтому я ходил и смотрел все эти. Я ползал там у терм-каракалы, я их там пробовал, чуть ли не назвал. Все обман. Камушком. Нет, я просто знаю, я работал на кирпичном заводе в юности. Я знаю, кирпич никакой не стоит столько. Он не стоит там 2500 лет, 2300 лет, не стоит. И потом я попал в тюрьму. И вдруг я слышу, что какие-то там термы наконец развалились. Я думаю, ок, ну конечно. Ну наконец-то, да? Ну конечно, потому что если они были построены в Средние века, то это нормально. Вот они отстояли 500 лет. Хорошо. И тоже путешествовать надо? Путешествовать неизбежно необходимо. Необходимо. Вот, дорогие друзья, что... Будьте туристами, презирайте туризм, нанимайтесь поварами в Грецию, там... Там кризис, там кризис. Швартуйте лодки, работайте альфонсами, кем угодно. И вот на этой ноте. Соблазняйте богатых женщин. Одевайте темные очки, шляпу а-ля Путина и сидите в кафе. Смотрите. Вот послушайте меня. Словещи говорите, мы русские. Мы русские, у нас своя гордость. Послушайте меня. Вот я уверен, что в передаче про путешествия вы ожидали увидеть любого человека. Но только не Эдуарда Лимонова, который это говорил. Я думаю, что я был интереснее всех. Интереснее всех, что правда. Я в этом... Поэтому я и тоже... Да, я, во-первых, благодарю Эдуарда Грунга. Заметьте, я даже не знал, о чем вы меня будете спрашивать. А это специальный эффект внезапности, понимаете? Как генеральная прокуратура наша, российская. Значит, послушайте меня. Есть один простой способ. Вот российская партия и правительство, они говорят, что он лжет. Все, что он не говорит, это неправда и так далее. Может быть, он лгал сейчас и про путешествия Эдуард Лимонов с знаменитой. Простой совет. Берите, покупайте билет. Езжайте в Таджикистан. Я памятник. Ну, нет времени уже, заканчивается время. Нет, я все время был, вот я был. Ну, хорошо. Я приехал в свое время всю Азию. Я приехал на вооруженное восстание в Кокчета. Мой дорогой. В 97-м году. И нас должны были арестовать. И мы бежали через четыре страны. О! Во как надо. Приехать и бежать через четыре страны. Значит, послушайте меня. Есть простой способ уличить Эдуарда Лимонова во лжи. Невозможно. Самому поехать, правильно? Все увидеть, а потом прийти и сказать. Помните, как Борис, ты не прав. Эдуард, ты не прав. Вот туда надо ехать. Азия безумно красивая. Хорошо. Все, все, время заканчивается. Нам машут руками. Еще раз. Огромное спасибо Эдуарду Лимонову. Совершенно замечательному, ярчайшему. Который, как видите, хотя он знаменитый политик, знаменитый общественный деятель. И вообще он знает, что он хочет в жизни. Тем не менее, мы говорили на простую тему. О поездках, о путешествиях. Еще мы говорим о красном вине, который тоже очень... Это отдельно. Это за отдельную плату. Тем более грузинам объяснять про красное вино. Все, мы прощаемся. Катя, передаем тебе слово и приветствуем, и машем ручкой всем тем, кто... Только не сдаюсь. Всем тем, кто находится сейчас в Белисской студии. Давайте. Продолжение следует... Всем тем, кто не встает. Все, кто состоит. У нас есть Secret С!, которые вы не видели. Но это не все, кто не встречался. Все, что я хочу. Вы наибравший и ты где-то relates. От Tapi, в любви 180 кг. Потому что я даже наиболее. Т kleидоритинство цеп��, 1 гора 25 г. У меня не broadcast. Всё, что этоiments? exceptions к тому, что сразу до этого может быть. Что вы думаете по поводу отдыха где-нибудь в Египте, на море под солнцем? Это даже не туризм, а легкий отдых и развлечение, но многие предпочитают ездить в Африку, бороться с дикими животными. Что лучше для вас? Не отвечайте как журналист, говорите как простой человек. Все зависит от того, что вы хотите. Если у вас был очень длинный рабочий год и вам хочется просто расслабиться недельку, то езжайте на пляж. Но я думаю, что познавая мир, например, Африку, вы познаете самого себя гораздо лучше. Вы узнаете больше о достопримечательностях и о людях. Вы предпочитаете оба вида отдыха? Зависит от моего настроения. Да, оба. Зависит от моего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Мы говорили о Грузии и о том, кому известно об этой стране. Вы слышали что-нибудь о Грузии до того, как познакомились со своей будущей женой? Немного. Я как раз об этом думал сегодня. Каждый раз, когда я говорил со своими друзьями или родственниками, они спрашивали, что ты дальше будешь делать? Я говорил, я переезжаю в Грузию, в Джорджию по-английски. И мне приходилось объяснять им, что я имею в виду Джорджию страну, а не штат в Америке. И они говорили, ааа, ясно. Я сам не знал точно, где находится Грузия, только знал регион. Так что в первую очередь надо было пояснять, что это страна, а не штат. Во-вторых, люди часто говорят, ааа, Грузия, это же часть России, да? Я этого не понимаю. Я думаю, что люди во всем мире должны понимать, что Грузия или Джорджия это отдельная страна, и это не штат в Америке. Я смотрел передачу НПСНН, и там обсуждалось, безопасно ли в Грузии. А я здесь уже год прожил и подумал, ну конечно же, это безопасная страна. Здесь более безопасно, чем в европейских странах. Да, я говорил, конечно здесь безопасно. Но представление о Грузии все еще не такое. Надо понимать, что Грузия отдельная безопасная страна, и надо распространять эти знания. Даже в России многие люди думают, что в Грузии очень опасно. Может быть, им просто хочется так думать. Но это уже другой вопрос. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...